Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать в славном городе Санкт-Петербурге. Прежде всего, хочу сказать, что вот вторую секцию я здесь нахожусь, и не было сказано ни одного слова подробного о том, что пациенту в составе реабилитации нужна нутритивно-метаболическая реабилитация. Почему? Потому что все онкологические больные волей-неволей получают так называемый синдром анорексии и кахексии, то самое комплексное состояние, которое характеризуется хронической, прогрессивной, неконтролируемой потерей массы тела, когда простая питательная поддержка малоэффективна или неэффективна вовсе. Какие основные два симптома должны нас насторожить? Это непреднамеренная потеря массы тела, когда человек не хочет худеть, а худеет. Многие так и замечают у себя эту болезнь, потому что вдруг становится великая одежда. И, конечно, низкая калорийность рациона. Например, больные раком желудка, их калорийность рациона может составлять 700 килокалорий. Конечно, это очень мало. Поэтому мы должны быть насторожены. Но если в хирургическом стационаре онколог еще может предложить больному дополнительное питание, энтеральное, парантеральное или какое-то там совместное, комбинированное, то при развитии химиотерапии эта проблема почти никого не волнует. Потому что эти больные, их тошнит, их мутит, у них диарея, и что с ними делать в этом плане, никто толком не понимает и понимать особо не хочет. А напрасно. Потому что именно у этих пациентов на фоне саркопения и саркопения, ассоциированная с ожирением, именно это является во многом дозалимитирующей, определяет дозалимитирующую токсичность и низкую выживаемость этих больных. И существует огромное количество работ, которые показывают, что так называемые фармаконутриенты, к которым относятся, например, омега-3 жирные кислоты и к которым относятся другие вещества, на фоне большого количества белка и на фоне, безусловно, лечебной физкультуры, помогают нашим больным легче и спокойнее перенести проводимое длительное нехирургическое противоопухолевое лечение. Мы решили посмотреть, насколько влияет дополнительное энтеральное питание в составе наших больных на их функциональный статус и вообще, как это влияет на переносимость химиотерапии. Потому что лечатся они по полгода. Например, те больные раком желудка, которые были включены в исследование. Взрослые пациенты старше 18 лет, их было немного, это пилотное исследование, но тем не менее результаты интересные. Получали они около 400 мл питания в день и все больные занимались аэробными нагрузками средней интенсивности от 120 минут в неделю и также проходили консультацию у наших психологов. Что получилось? Интересно, что при включении больных в нашу группу все три признака, которые характерны для больных, которые мы запрограммировали как симптомы кахексии, таких пациентов было от силы 3-4 человека. В основном то один, то второй, то третий симптом. Как видите, на первое место все-таки выходят потеря массы тела и калорийность рациона. Они достаточно компенсированы и вот по этим показателям почти не выбиваются из группы, что, собственно, и позволяет им лечиться. Та группа, которая получала дополнительную реабилитацию, по сути, она вела себя намного лучше. Это было видно и по функциональному статусу больных, наши больные были сильнее, у них быстрее восстанавливалась мышечная масса, чем в группе, которая этого не получала. То же самое касается и баланса азота и, собственно, диеты. Потому что, несмотря на то, что с каждым из них была проведена диетическая консультация, и каждому было объяснено, какое количество того или иного нутриента они должны были получать, все-таки проще оказалось добавлять в диету дополнительное интеральное питание, чтобы поддерживать свой баланс на должном уровне. Химиотерапию эта группа также перенесла намного легче. У них, у этих больных, которые занимались физкультурой, у которых было дополнительное питание, были проведены все курсы химиотерапии. Мы отслеживали своих больных до пятого курса из девяти. Кроме того, у них были менее выраженные проявления периферической полинеэропатии и была менее выраженная длительность диареи. Так что наши пациенты имеют право получать реабилитационную помощь, конечно, на всех этапах, в том числе и на фоне проведения химиотерапии, какой бы стадии болезни у них не было. Если мы можем их лечить, мы можем им помочь сохранить их достойное качество жизни. И, конечно, организация этого проекта телемедицинского, в который нас включила Ирина Геннадьевна, этот тайфун энергичный, оно нам очень помогает, потому что больные уезжают в другие города, у них большие перерывы между курсами, или пациент получил оперативное вмешательство, и он выписался, или он пришел, например, сейчас у нас запускается такая модель, как консультация больных до начала противопухолевого лечения, хирургического или нехирургического. И с такими больными, конечно, проще поддерживать связь именно при помощи этого прекрасного проекта, потому что это все доступно, все видно и все открыто, и таким образом мы можем помочь нашим больным готовиться адекватно и к противопухолевому лечению, и адекватно выходить дальше, социализируясь после проведения того или иного вида противопухолевой терапии. Тем более, что сейчас существует такая прекрасная возможность, как выяснилось, получить нутритивную поддержку по индивидуальной программе реабилитации инвалида. Я, честно говоря, об этом не знала, этот слайд был любезно предоставлен мне, и эту информацию я хотела бы донести до вас, потому что в основном все проблемы возникают, все готовы принимать энтеральное питание, добавлять его в свою жизнь, в свой рацион, но однако это все стоит денег, и поскольку покупать это постоянно достаточно дорого, то пациенты это бросают. Ну вот существует такая вещь, как, собственно, карты, это индивидуальные программы реабилитации, и при определенном подходе мы можем заказать смеси, рассчитав больного их количество на год, вписав их туда, то есть если немного потрудиться, мы добьемся того, что наши пациенты будут нормально питаться, и использование программы онконет в этом плане тоже очень хорошо, потому что наши рекомендации, наши консультации телемедицинские помогут больному получить по месту жительства дополнительное питание, помогут ему поверить в себя и стать социально активными, социально адаптированными гражданами, гражданами, чему мы все и стремимся. Спасибо за внимание. Продолжение следует...